Курирующий вопросы в области оборонной политики, из 2013 года призванный победить взяточничество в чиновничьей среде, Совет Безопасности при содействии независимых экспертов определил коррупционные риски в государственных структурах. Отчитываясь об успехах по их демонтажу, секретарь Совбеза не стал скрывать, что борьбу с беловоротничковой преступностью приходится вести в таких сферах, как госзакупки, в управлении госимуществом, при кадровых назначениях, осуществлении контрольно-разрешительных функций, а также оказание всевозможных государственных услуг. Препятствия на уровне государственных органов, принятие формальных и малоэффективных мер, сопротивление принимаемым мерам, слабая исполнительская дисциплина, попытки поставить реализацию антикоррупционных мероприятий в зависимости от узковедомственных интересов. С 2011 года было заведено более 6 тысяч уголовных дел по коррупционным преступлениям. Заместитель генпрокурора Нурлан Душимбиев признает, что коррупция проникла даже в те структуры, задача которых с этим злом бороться. По данным главного надзорного ведомства, за последние 5 лет более 900 работников судебных и правоохранительных органов были привлечены к ответственности по статье «Коррупция». 62 таких дела возбуждены в отношении служителей Фемиды. Указаны данные свидетельствуют, что отдельные сотрудники этих органов воспринимали службу как источник материального обогащения путем вымогательств поборов так называемого крешевания незаконно-экономической, а порой преступной деятельности отдельных субъектов. В связи с чем особая опасность коррупции в правоохранительных и судебных органах заключается не только в нарушении принципов верховенства закона и неотвратимости ответственности, но и в создании условий для процветания коррупционных проявлений во всех сферах государственного аппарата. Нечистые на руку судей и их неправомерные вердикты – это особая тема, нередко вызывающая множественные нарекания как со стороны общественности, так и на уровне власти. В рамках исполнения антикоррупционных мероприятий нами проводятся открытые судебные процессы. В зданиях судов были установлены видеокамеры. Заседания также ведутся под наблюдением и в онлайн-режиме. Системы видеослежения были установлены в том числе и в кабинеты судей. Не меньшую озабоченность на всех уровнях сегодня вызывает таможенная служба. О наличии коррупции в таможенных органах говорилось не только внутри страны. Недоверие к нашей таможне заявлялось и со стороны стран-партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Совет безопасности определил у нас около 8 коррупционных зон. В общем, порядка 39 мероприятий. 26 из них нами были выполнены, а еще 13 по объективным причинам исполнить пока не удалось. Связано это в частности с вхождением в ЕАЭС и изменением некоторых законодательных норм и обязательств. О недостатках проводимых антикоррупционных мероприятий говорили на прошедшем заседании и депутаты Джогурку Кенеша. Было выставлено ряд предостережений, предупреждений со стороны Генеральной прокуратуры, а также была проведена аналитическая работа. Если они, эта государственная регистрационная служба давала отчет в правительство о том, что она реализовала план по демонтажу антикоррупционной политики в плане 75%, по факту оказалось около, после итогов нашей проведения совместно с прокуратурой, в районе 36%. Пожалуй, в одном специалисты соглашаются точно. Искоренить коррупцию полностью невозможно. Но тем не менее, считают эксперты, это не повод с ней не бороться. И одним из инструментов может стать перевод системы госуслуг в электронный формат, что позволит минимизировать контакт чиновника с гражданином и сделает работу госорганов более прозрачной. Алексей Немашкал, Аман Бакиров, Алтенбек Канабекулу, НТС. Продолжение следует...